Так, ну хорошо. У нас тогда будет с вами тема Неизменность Бога. Любовь? Любовь! Любовь тоже. Любовь проявила вас сейчас. Любовь вообще к нам. Кофе нам сварил. Неизменность Бога. Итак, мы рассмотрим с вами неизменность Бога. В четырех аспектах. Природа, стандарты, планы и обещания. Природа, стандарты, планы и обещания. Божья неизменность или постоянство Бога. Вот в этих четырех аспектах. Природа, стандарты, планы и обещания. Природа, стандарты, планы и обещания. Бог неизменен, то есть постоянен. А вот в чем? Вот помогают нам четыре аспекта. Первая из них это природа, божественная природа. Божественная природа. Есть тексты, которые говорят о том, что, в частности, я твоя инсигнация, что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. То есть есть Бог святой, благи. Бог милосердный. Бог обладает безусущностью, вселением. То есть его природа, она неизменна. Она неизменна. Она не может поменяться от каких-то, так скажем, особенностей. Мухи, скрещенные с пчелами. Да, они мухи, скрещенные с пчелами. Пчелами. Это эти же слепные. Ага. Ну, что-то такое. Вот. Божья природа, она неизменна. Мухи. Но. Бог, в свою очередь, изменяется в эмоциях своих. Радость. Оскорбление переживает, допустим, Бог святой. Раздражение. Раздражали Бога, да, написано? Гнев. Довольство испытывает. Таким образом, мы можем с вами отметить у себя, что Божественная природа не меняется, но есть тенденция к изменениям проявления его природы по отношению к творению. По отношению к творению. В виде эмоций, так называемых. Реакция. Эмоция – это как реакция. То есть, Бог не статичен. Он такой, знаете, не просто бесстрастный, как бы неживой, но, наоборот, Бог живой, динамичный и рефлексирующий. То есть, отвечающий на происходящее в творении. То есть, все сделанное в отношении него касается его, затрагивает и вызывает определенную реакцию. Вот в этом он инертен. В этом он инертен. Далее. Божьи стандарты. Божьи стандарты. Или законы. Стандарты или законы не подвергаются также изменению, потому что имеют основания в Божьей святой природе. В Божьей святой природе они имеют основания. То есть, они святые законы. Почему? Потому что Бог свят. Основание слова твоего истина и вечен всякий суд правды твоей. Ибо истина, говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта, не пройдет из закона, пока не исполнится все. То есть, есть некая стабильность в стандартах. То есть, Бог не поменяет своего, допустим, мнения по поводу каких-то, скажем, прерыводеяния, воровства, лжи. То есть, вот есть у него определенный стандарт, который, ну, я такое слово сейчас произнесу, отемпорален, вневременность. То есть, несмотря на изменения культуры, несмотря на изменения человеческого общества, стандарт стабильный. В этом постоянство. В этом гарантия. В этом наш успех. Если бы Бог в этом менялся, трансформироваясь под действительность, то тогда, конечно, сложно было бы вообще этому миру существовать. Следующее. Божий план. Божий план. Есть у Бога определенный план. Есть у Бога определенное проведение. То есть, его участие в этом плане. Есть череда определенных, назначенных событий, вот как в книге «Откровения». В книге «Откровения» есть перечень определенных событий. Мы их изменить никак не можем. вот они предопределены а вот на какой стороне ты будешь в этих событиях как ты себя будешь в этих событиях проявлять в этом уже бог оставляет инициативу за тобой есть предсказание событий есть неизменность его планов иисус говорит я приду второй раз мы перед тем как я приду придут времена какие тяжкие и будут глады мор и землетрясения и вот последнее событие в истории пандемии ну это лишь буквально как говорится просто цветочки еще не ягодки это лишь просто как предпосылка как а при течении к грядущим событиям мы видим уже что как люди колеблются даже верующие колеблются по разным причинам да есть эти вот показатели они требуют и определенной осторожности с одной стороны а с другой стороны требуют укрепления вере вере именно в то что сказал иисус относительно своего второго пришествия что на самом деле это будет и что мир не движется по своей так скажем прогрессирующей направленно по прогрессирующему развитию вверх так бы учила эволюция а мир наоборот стремительно падает в стартаро падает вниз стремительно идти и с каждым годом десятилетиям все хуже и хуже болезни лады моры землетрясения но эти события они предсказаны предопределены предуготовлены его бог в этом не изменит план его не поднимаются но если народ этот на который я это изрек обратиться от своих злых дел я отлагаю то зло которое помыслил сделать ему то есть бог изменяется в применении своего плана есть план но применить он его может со срочкой применить он его может включая какой-то другой контингент людей захватывая другую группу другую область все в зависимости от того какая реакция человека на него на его слово на его заповедь на церковь и бог в этом плане готов ну так скажем идти на на переговоры если грешник будет каяться он простит сказывать если народ который я это изрек обратиться от своих злых дел я его прощу потому что он написано жалится и не оставит и не оставит ли благословения кто знает не жалится и не оставит его есть возможность изменения кого скажем изменения да даже помните ахал допустим негодяй негодяй вы к нему приходит или предупреждает его тот испугался до напрягся оделся в обретище посыпал пеплом и бог сказал видишь как смирился ахал не на виду сие бедствия на него на виду на его потом он ася тот же самый да не такой не благочестивый царь покаялся потребовалось ввести его в плен потребовалось это сокрушение он поменялся и бог сказал бля это не прощу нет она монасию то он простил но то что сделал монасия в отношении народа потом еще очень долго рикошетом и эхом касалось 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 все монасия это сын иезекий да иезекий тоже попросил и так божий план всегда остается в силе никто не вправе его как-то изменить но когда он будет применяться по отношению кому зависит от отношений с богом если человек выполняет условия как я говорил сегодня завета если он верен завет если он обязательства свои соблюдает а таким образом следит за состоянием своего сердца культивирует в себе образ божий проявляет любовь и милосердие ближнему служит в церкви обязательства свои выполняет он может рассчитывать на то что бог в отношении его будет и так был постоянен в своем плане но изменчив в применении этого плана в самом плане постоянен но изменчив в применении этого плана теперь интересный очень вопрос помните написано так и раскаялся господь что поздал и воскорбил сердце свое и еще господь раскаялся что воцарил Саула над Израилем так вот вопрос такой сожалеет ли бог что значит раскаялся господь делает ли он что-то о чем потом сожалеет я думаю нет у него все запланировано тогда этот текст хочу вам дать объяснить у него все запланировано да мы говорили все у нас в своих местах все под контролем во всем его управлении но человек не справляется Бог доверяет человеку а человек не справляется он не о себе а он о тех людей что жалеет пришел Давида и справился и раскаялся господь и раскаялся господь что воцарил Саула над Израилем то есть вот знал ли Бог что воцарил Саула знал он же сказал что не надо сначала и он сказал зачем вам царь и потом он пошел на уступку а потом в результате раскаялся вот у нас с вами вопрос раскаивается Бог или не раскаивается Бог не человек чтобы ему играть и не сын человеческий чтобы ему изменяться парадокс возникает с одной стороны есть тексты которые говорят о том что Бог сожалел с другой стороны есть прямо противоположные тексты в которых говорится что Бог не изменяется не раскается верный Израиле ибо не человек он чтобы раскаяться верным я определил и не раскаюсь в том и не отступил от того то есть вот такие примеры с одной стороны Бог готов пойти на сожаление от отдачи а с другой стороны я не могу не преклонен не раскаюсь будем находить с вами отгар это и директор это очередной антропоморфизм то есть это очередная попытка человека объяснить отношение Бога к той или иной ситуации и выразить это доступно на человеческом языке вот так вообще в это слово вложено смысл вложен негодование негодование скорее на иврите оригинальное слово которое звучит несет в себе смысловную нагрузку негодование он вознегодовал то есть проявил возмутился возмутился да возмутился, вознегодовал вот и на доступный язык переведено таким словом как раскаялся это как бы ну мы бы сейчас как сказали пожалел бы наверное да ну наверное оно не совсем корректное в синодальном переводе поэтому у нас и возникает вот такая диета сильно дальний сильно дальний да итак Бог библейский Бог может смысл если хочет но не в целости своего бытия а в своих отношениях с человеческим творением Бог всемогущий всемогущий может он может но не поменять самого себя как обладающего определенной природой и определенными так скажем внутри троичными отношениями а именно в контексте створения то есть если если творение ведет себя соответственно его стандартам замыслом ожиданиям его воли Бог со всей душой если творение поступает вот как начало поступает противоправно то Бог выгоняет Адама с Евой и не раскаивается об этом не жалеет что он их выдал вот так следующая четвертая получается у нас с вами четвертый аспект постоянство относится к Божьим обещаниям к Божьим обещаниям горы сдвинутся и холмы поколеблются а милость моя не отступит от тебя и завет мира моего не поколеблется говорит милующий тебя Господь что даже если произойдет какой-то так скажем какой-то катаклизм случится даже что-то если в окружающей действительности будет сдвинута с места то Бог говорит я в своем решении останусь верен останусь верен мы через верность через Божью верность его обещания имеем определенный гарант и стабильность Бог не человек чтобы ему меняться Бог не забирает свои слова обратно в нем нет неправды он праведен и истинным все дела его верны и верность Бога обеспечивает такие отношения как общение с отцом и сыном как отношения в церкви то есть если нет верности Бога своим обещаниям то и рушится весь институт церкви рушится весь план спасения и мы тогда ну что скажем так находимся без надежности итак верность Бога помогает человеку во время искушения он уверяет нас что мы не искушаемы больше своих сил доверяя его слову мы можем проходить через искушение вероиспытания зная о том что не несем груза сверхмеры кроме этого Бог сохраняет в своей руке призванных людей это не говорит о том что мы не можем из этой руки вырваться но только если добровольно подпитить нас из этой руки никто не может то есть верность Бога проявляется в том что Он хранит любящих Его Иисус говорит Отец Мой более всех и никто не подпитит вас из руки отца Моего то есть Бог держит очень крепко от любви Божьей никто и ничто не отручит ни смерть ни жизнь ни ангелы ни бесы ни какая другая дверь не отручит нас от любви Божьей во Христе Иисусе вот настолько сильно во Христе Бог любит вас и если вы добровольное любовь не предадите и не оставите то Бог верен и надежен и ничто не может и ничто не станет между вами и Богом если вы это сами не допустите то есть Бог со своей стороны будет очень сильно воздержать очень крепко и наше то по сути спасение связано с этой именно божественной верностью с его надежностью что спасаемся то мы не потому что такие мы сильно верующие а спасаемся мы только потому что он так сильно любящий нас а мы не такие уж и сильно верующие бывают зачастую но он сильно любящий а веры достаточно сколько горчичное зерно всего лишь поэтому если ты веришь хотя бы с горчичное зерно то вот эта маленькая точка маленькая крупинка будет отправной точкой для великого Бога для его любви твоя маленькая горчичная вера станет начатком для великой любви Бога в твоей жизни ему ему нужно от чего-то отдохнуться ему нужно с чего-то начать и это что-то всего лишь чуть-чуть но как в любом семени есть потенциал жизни так и в горчичном зерне есть огромный потенциал для того чтобы вырасти в целое дерево скажем да вырасти целое дерево ветвистое такое дерево превратится из маленького зернышка вот и это сделает Бог кто взращивает это все вокруг нас ммм Бог да не мы вот там после поля-поляки сегодня шел там ячминь по моему растет вот если я так правильно угадал вот кто там дождь идет ну поливать еще можно конечно солнце светит а взрастил все Бог жизнь семени дает Бог люди как бы не старались бы моделировать жизнь они не создадут живое семя никогда имитацию жизни не могут но есть попытка но нельзя создать есть попытка только чтобы вышла из зерна вот это проросшее а дальше ну все конечно а само зерно вот это вот при наличии всех вот этих внутренних элементов они создать конечно не могут вот далее верность Бога помогает нам в борьбе с дьяволом с бесами то есть он обещает хранить свой народ от лукавого мы хранимы не наша задача не связывать дьявола постоянно кто его связывает а потом развязывается вот и вот приходится постоянно его вязать скручивать а наша задача пребывать во Христе твое пребывание во Христе гарантия божественной любви и соответственно гарантия твоей безопасности не Христа а и лукавый не прикасается к нему действительно так вот что рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему хранит себя то есть блюдет себя вот но самостоятельно так скажем поэтому это хранение осуществить не может и Бог дает гарантию что он будет тем кто будет нас охранять вот ну и верность Бога в том что мы можем надеяться и рассчитывать на прощение своих грехов вот там написано если он простит нам наши грехи если мы будем ходить во свете если мы будем исповедовать то он будучи верен праведен скажем простит нам наши грехи при условии нашего хождения во свете и при условии нашего исповедания то есть одно дело ты просто ходишь во свете ты находишься со всеми в таких открытых живых отношениях а другое дело еще когда ты исповедуешь то есть ты проговариваешь что внутри у тебя вот происходит что происходит в твоей жизни поэтому практика исповедания это необходимая практика для жизни христианина мы исповедуемся друг перед другом и Бог будучи верен сказано да прощает не просто потому что я там в уголке ему повалился попросил прощения и все не моя задача вот это не покидать собрание своего моя задача находиться всегда на радарах не уходить с радаров не убегать куда-то в сторону быть во свете и исповедовать свои грехи и преступления вот ну что еще можно сказать о верности Бога то есть то что он не изменил в своих обещаниях вот это конечно ответы на молитвы то есть Бог отвечает на молитвы Бог отвечает на молитвы Бог отвечает на молитвы и мы можем рассчитывать на то что он слышит на то что он реагирует почему потому что он сказал об этом своем слове слово свое поставил превыше всякого имени своего то есть в какой-то мере он через сказанное слово он нам озвучил свои намерения открыл их и он их не поменяет есть определенное обещание мы можем это обещание для себя принять и двигаться в нем в Божьем обещании вот когда молимся когда рассчитываем на его поддержку затем вот мы сегодня говорили с вами уже о служении двум господам вот можно открыть этот текст посмотреть очень интересные такие мысли как раз таки тоже про верность Богу верность Бога значит это Матфея Матфея 6 глава Матфея 6 глава Нагорная проповедь Нагорная проповедь где Иисус в конце 6 главы учит как раз таки о заботах и учит о том как человеку верующему не беспокоиться скорее кто-то говорит ну что ж ты мне не заботиться вот мы сегодня работаем и все а речь тут о беспокойстве не беспокойся если ты не можешь продлить свою жизнь как сказал не длите 对解 nuts это может сделать только Бог что тогда ты будет беспокоиться ты можешь не прожить столько сколько ожидаешь но в любом случае ты проживешь столько сколько тебе отвел бог и сделаешь ровно столько сколько он запланировал твою жизнь Ты никогда, хоть сколько бы ты в день не работал, часов, не сделаешь больше того, сколько Бог запланировал. Поэтому не беспокойся. Не беспокойся. Для каждого дня достаточно своей меры беспокойства. Беспокойся о сегодняшнем дне. Не беспокойся о завтрашнем дне. Что будет через месяц, через полгода. Конечно, конечно, есть определенный баланс. Коня приготовляют на день битвы. А победа от Господа. От человека требуется вложение, требуется какое-то участие. Нельзя, как в басне у Крылова. Лето красного пропела, оглянуться не успела, а уже и зима пришла. Нельзя. Но так же и нельзя жить жизнью озабоченного человека. А проблема озабоченности, это проблема неверного служения. Если мы служим не тому Богу, мы озабочены. Озабочены, как нам покормить себя, семью, других, еще, то, все, пятое, десятое. У нас вот такая голова, как у страшилы, от которого при напряжении иголки начинают вылазить наружу. И вот живет человек с таким состоянием. Это ненормально. Иисус говорит, не нужно беспокоиться и не нужно заботиться. И он употребляет здесь, в одном из стихов употребляет такое выражение. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми пачи вас маловерует». Вот коль ми пачи. Это выражение маловеры. То есть, людей, которые живут в состоянии озабоченности, обеспокоенности, Иисус называет людьми маловерными. Маловерие на самом деле это не просто недостаток. Маловерие это грех. Достаточно серьезные. Мы таким образом ставим под вопрос Божье всемогущество, Божью любовь, Божью мудрость, Божье присутствие в своей жизни. Мы как бы говорим, Бог ты всемогущ, но не в этой ситуации. Бог ты есть любовь, но не в этот день. Бог ты мудр, но не в этом вопросе. И мы, как бы, знаете, своим отношением к нему проявляем свое недоверие. Маловерие это недоверие. Недоверие разрушает отношения. Любые отношения. Мужа с женой, друзей, в обществе. Если есть недоверие, то какие могут быть отношения? Какая может быть близость? Это отдаляет, правильно? Это ожесточает, это охлаждает отношения. Иисус говорит, вы маловеры, вы не доверяете Богу. А имеете ли вы, а имеете ли вы право не доверять ему? Дал ли хоть раз Бог повод ему не доверять? Мы как люди, да, мы можем дать повод. Раз где-то ты облажался, и в результате к тебе уже одно. Ты как Берия. Вышел из доверия. Да? А Бог, Он когда-нибудь выходил из доверия? Никогда. Он давал повод? Никогда. Вот мы говорим о верности Его. Он не изменен? В этом не изменен. Есть такая группа псалмов, в 90-х там она, в номерах находится. И они эти псалмы начинают с такого утверждения. Господь царствует. Он облечен величием. Потому вселенная тверда. Не поколеблется. И несколько псалмов начинают с этого утверждения. Господь царствует. Все. Это утверждение говорит о том, что сегодня день, который контролирует Бог. Сегодня в этом дне Он твой Царь. Сегодня ты в Его руке. Сегодня Он о тебе заботится. Сегодня Он тебя любит. Сегодня Он тебя защищает. Сегодня с тобой ничего не приключится. Вот так говорит Бог. Так говорит Его Слово. А вы говорите. Мы, наверное, мало хлеба с собой взяли, как ученики. Да какой хлеб, а? Вы что, не помните, сколько людей мы накормили? Ну, наверное, надо было бы еще взять. Купить гречи, соли. Это же пандемия. Мало ли что. И вот люди бегут, отовариваются и думают, что, ну, таким образом они себя как-то застрахуют. И наше неверие – это оскорбление. И это такой, скажем, плевок в сторону Бога. Мы грешим. Состояние недоверия – это состояние греха. И мы все думаем, ну, почему как бы у нас с Богом не выстраиваются отношения, у нас нет такой близости с Ним, у нас нет такого с Ним как бы коннекта вот такого сильного. А почему? Да потому что просто я ему, ну, не доверяю. Я ему доверяю, вот, или частично доверяю. Вот эту область доверяю в жизни, а эту не доверяю. Как финансовая сфера. Верующие люди, знаете, напоминают крестомосток. Крестомосток, знаете, как крещение принимали? Нет? А вот Игорь не рассказывал? Ну, я очень, может, не забыл. Вот у них была такая практика крестоносцы. Это вообще, это, как бы, ну, так скажем, различные рыцарские ордена. Это же монахи. Ну, то есть, как бы, такая, у них определенная такая была повинность. Ну, нести, там, скажем, выполнять, как бы, функцию салбан. Особенно это было в период крестовых походов. И перед крещением, во время крещения они брали свой меч. И когда они заходили в воду крещения, то есть, когда их крестили, то они свой меч поднимали над головой. И их опускали в воду. Но меч вместе с ними не опускался в воду. Почему? Потому что этим мечом они будут убивать. И он, как бы, не входил с ними в роды крещения. То есть, он, как бы, не, ну, они, как бы, этим мечом не оскверняли это священодействие. Понимаете? То есть, как бы, Бог, я вот твой, а это орудие, так скажем, казни. Вот, которым я совершу, как бы, ну, я вершу правое дело, но оно ко мне, как бы, я, ну, вот, не имею, как бы, я это совершаю, так скажем, с чистым сердцем. И вот сейчас у верующих людей хорошая такая, в кавычках, тенденция, вместо этого меча держать кошелек свой. Вот, то есть, вот, есть я, а есть мой кошелек. Вот, все, то, что вот, вот, это все твое. А еще есть притча, что Господь сказал, ты можешь там, как угодно, я завтра заберу туда дыхание. И все, что я добро буду. Все, оно, конечно, прахло, да, придет. Вот. То есть, мы не доверяем Богу. И там, и здоровье свое, и здоровье свое. Вот так, как бы, сложно очень. Но, но, Иисус говорит в этом отрывке, что Бог, это, вот, как все, это Творец. Творец, он проговаривает это, что сотворивший животных, растения, заботятся о них. И Бог, это Отец. И никакой Отец, придя домой, не кормит сначала собак. Нормальный, конечно, адекватный. Никакой Отец, адекватный, не кормит сначала домашних животных. Но нормальный, адекватный Отец, кормит сначала своих детей. И, конечно, безусловно, он будет заботиться и о домашних питомцах. Так вот, Бог, адекватный, как Отец. И Он заботится о своих детях прежде всего. Иисус говорит, что вы паникуете. Все растет, движется, все существует. Всему этому Бог дает и дыхание, и жизнь. А вы не гораздо ли более вот этих всех мукашек-таракашек. И Он знает о том, что вы в этом имеете в нуждом. Почему? Потому что Он ваш Отец. Вот об отцовстве Бога мы с вами поговорим сейчас. Хорошо, значит, итак мы с вами про неизменность поговорили. А следующая, на сегодняшний день, тема. Бог Отец. Я, с вашего позволения, просто чтобы в экономии времени, буду все вот так вот просто вывезу. А, ну, могу, в принципе, и так сделать сейчас. Бог как Отец. Да, написали мне. Бог как Отец. Вообще, потребность в отцовстве есть абсолютно у каждого человека. Вне зависимости от его веры и убеждений, все люди, ну, даже как-то, ну, так, внутренне, внутренне, интуитивно нуждаются в отцовстве. Это все базовые, фундаментальные потребности абсолютно каждого. И вот в каждой религии, в каждой религии, есть вот такие, скажем, проблески, и есть такие штрихи, которые говорят о божестве, как об отце. Это лишь помогает нам засвидетельствовать следующее. Что, во-первых, с точки зрения религоведии, монотеизм был перевечен политеизмом. То есть сначала всегда, скажем, любой религовед, люди верили в какого-то единого Бога, а затем произошел, как бы, такой религиозно-культурно-социальный взрыв, и все стали верить в это по-своему. Возникает политеизм. Но начало, оно общее у всех. И осколки этой общей веры проявляются как раз-таки в том, что к божеству относятся, ну, с желанием увидеть в нем некое начало, некую причину и некую гарантию взаимоотношений. Это то, что будет называться отцовством. Отцовство. Человечество без отцовства немыслимо. Немыслимо. Вот Александр Мень сказал следующие слова. Только библейское учение противопоставило язычеству и пантеизму всех оттенков «Идею творения, как акта божественной воли, разума и любви». Этот акт есть звено, связующее, абсолютно всем тварным. То есть не просто даже связующий акт творения. Но только в библейском откровении мы видим, творец не запускает все на самотек, а поддерживает и питает все свое творение. Начиная от птичек, травки и заканчивая человеком. Заканчивая человеком. Итак, Бог, как Отец ко всему творению. Как Отец ко всему творению. Вначале мы читаем с вами, что все сотворил Бог, что на небесах, что на земле. И Он творит все, что хочет. И силы Его, видимо, через рассматривание творений. То есть в Библии говорит, что Бог, как Отец, прежде всего, имеет отношение к творению. Он, как Отец, является началом творения, причиной творения и гарантией жизнедеятельности этого творения. Гарантией жизнедеятельности этого творения. Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. У Иова есть потрясающие вопросы, которые задает Иову Бог. Есть ли у Дождя Отец? Или кто рождает капли росы? И потом напрашивается ответ на эти вопросы. Что Бог, как Отец, вообще всей живой природы. Всей живой природы. Он дающий дыхание и жизнь всему. И совершает Он это по богатству своей благости. Он относится, соответственно, ко всему творению, как я уже говорил, заботливо, по-отцовски, с мудростью. И Он назван у Иакова Отец светил. Про вселенную тоже немножко мы с вами говорили. Вот все звезды, все, сколько их там, миллиарды звезды, они также сотворены Богом. И Бог не оставляет всю живую и даже неживую природу без благословения. Наделяет ее вот этими яркими красками и всеми остальными такими привлекательными особенностями, которые говорят о нем, как о любящем и заботливом. Посылая нужное количество света, воды, дождя, орошает землю, укрывает ее от радиации, катаклизмы какие-то предотвращает космические. Почему? Потому что ему ценно и важно что? Все, что он сотворил. Мысль понятна? Я раскладываю вам. Тогда давайте вернемся к Иоанну 3,16. Вы цитировали сегодня этот текст. Все его помнят? Нет? Пишет. Нет, я не знаю, сколько чего-то. Ну сядь на диван, сядь тогда, вот и иной. На диване посетам, поверьте, что тебе будет. Да и не, нормально. Нормально? Ну хорошо. Иоанна 3,16. Именно так со словем. Да. Вопрос, друзья, помните. Вопрос. Что спасает Бог по тексту Иоанна 3,16? 6,16. У каждого человека, чтобы не погиб, но имя уже свечи носит. Так, все с этим согласны. Александр? Согласен, да. Хорошо. Хорошо. Кто еще? Все? Дима? С 36. Всякий верующий в него не погиб. Вот такие мы эгоисты с вами, видите? Мы ограничиваем этим. Давайте вместе. Ибо так возлюбим. Сейчас много. Вот наше мнение эгоистов. Кого я спросил, спасает Бог? Нас. Меня. И все, что мое. А там сказано что? Что возлюбил Бог? Агапа. Написано. Космос. На греческом. Бог Агапао. Теус Агапао. Космос. Запомните историю. Теус Агапао. Космос. Так что полюбил Бог? Вселенную. Космос. Создание свое. Что он хочет спасти? Все. Все он хочет спасти. А вот спасение этого всего будет опосредовано через кого? Через верующего. Через человека. Поэтому вся тварь в совокупности стеная пимучается в ожидании искупления сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете не добровольно, а по воле покорившего ее. И находится она в рабстве суете и тления, но не по собственному желанию. А потому что тот, кто поставлен над этим творением, ввергнул ее в эту пучину страстей и разрушения. И грех стал трагедией вселенского масштаба. А Богу ценно все творение. И вот так возлюбил этот мир. Что ради спасения этого мира он становится человеком и возвращает утраченное творение в первоначальное состояние. Из которого тогда-то оно упало благодаря действию первого Адама. А второй Адам... Правильно. Второй Адам. Второй человек. Через которого все обратно будет возвращено. И в откровении будет написано. Я увидел новое небо и новую землю. Произойдет полное метаморфоза творения. Богу ценно все. Ценно все. Спасаться будем не только мы. Спасаться вместе с нами будет все то, что вокруг нас. Соответственно и отношение ко всему, что вокруг нас, у нас должно быть подобающее. Мы должны это все уберечь, ценить. И пользоваться этим, как данным нам на время. Следующий важный момент. Бог является прототипом всякого отцовства. От которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Всякое отечество на небесах и на земле. Вот вообще понятие отцовства, оно приходит в человеческий род только благодаря тому, что отцовство есть где? В Троице. Отцовство есть в Троице. Есть Бог Отец, как первопричина и начало личностного бытия Бога Сына. Это не говорит о том, что Бог Отец больше Бога Сына. Они равносущны и равнозначны. Но это говорит о том, что в Троице есть постоянно отдающая первопричина, постоянно действующее начало, благодаря которому существуют два других. Сын и Дух Святой. И они не существуют в отрыве друг от друга, но существуют, взаимопроникая друг от друга и отдавая все, что есть у каждого. В Библии написано, в Евангелии от Иоанна, отец все отдал сыну. Что оставил отец себе? Кого? Дух Святой. Все отдал. А что, что-то осталось у отца? Сын и Дух Святой. Несложно. Отец все отдал сыну. Единственное, что осталось у него своего, это отцовство. Это то, что он не может отдать. Отцовство является его личностной характеристикой, ипостасным свойством его. Сейчас будет немножко сном. Сейчас мы будем о Троице говорить. Я уже вам не стал, я буду в следующий раз вам рассказать. Это является его ипостасным свойством. Это то, что отвечает его от двух других божественных ипостасей. Отец. Но у них больше ничего нету того, что не было бы у Сына и у Духа Святого. Они обладают равнозначными сущностями. Одной сущностью. Равнозначными. У них одни и те же характеристики божественные, о которых мы с вами говорили. Дух, и изменность, и Личность. Все это все то же самое. Но у них есть то, что их отмечает друг от друга. Вот он отец. Начало. А? Начало. А причина. Да. Причина сына. Но когда-то, мы можем сказать, что когда-то не был он отцом. Нет. Нет. Почему? Он утрачивает свою ипостасную личностную характеристику. Но чтобы всегда ему быть отцом, ему нужен всегда сын. Только когда ты имеешь сына, ты отец. Когда у тебя нет сына, ты не отец. Но раз у тебя сын всегда, то значит сын совечен отцу. Поэтому сын равно божественен отцу. Итак. Написано, что от него именуется всякое отечество. Сказано на греческом слово патрия. Это некая семейственность. Некие родственные отношения. Отношения. Вот эти отношения, эта семейственность, она начинается там. И благодаря тому, что эта семейственность, эти отношения есть там, в творении, они проецируются. И в результате, в семье, мы видим экстраполяцию. Мы видим некую, так скажем, проекцию того, что там было всегда в совершенном, абсолютном мире. И в мире людей возможно пережить эту патрию, семейственность, отечество, отцовство. Потому что отцовство – это доминирующее состояние в Тролице. Отец является тем, кто рождает сына, и тем, кто изводит Духа Святого. В Тролице. Все же лучшее, все самое лучшее, что мы находим в отцовстве земном, является тенью отцовства в Тролице. Отцовство в Тролице. Бог является отцом всех людей, даже неверующих. Даже неверующих. Как бы они этого, я скажу, не отрицали, но написано так. Итак, мы, будучи родом Божьим, скажет Павел, грекам. То есть род Божий – это род человеческий, род Божий. Это как бы порождение Бога. Порождение Бога. То есть Бог создал людей. Создал их не просто, как в исламе, а вложил в них элемент, который будет сближать его, как Создателя, сближать со своим созданием. Сближать именно в категориях любви и отношений. Сближать в категориях по три отечества. То есть Он создал нас с дальнейшей целью усыновления себе. Усыновления. И Сын становится человеком для того, чтобы Отцу дать больше детей. Поэтому мы через Христа переживаем сыновство и включаемся в отечество, которое есть в Троице. Мы переживаем особство Бога благодаря тому, что мы усыновлены посредством Духа Святого во Христе. Мы дети, а Он – Сын. И как «Дети Божьи» написано, посмотрите, какую любовь дал нам Отец. Называться и быть кем? Детьми Божьими. Называться и быть. Вот это два очень важных слова. Вы не только называетесь, но вы еще и бытистуете. Вот для того, чтобы мне быть сыном своего отца, мне не нужно прилагать никакого волевого акта. Никакого вообще решения. Понимаете? У меня есть папа, я его сын, у меня есть сын, я его папа. Вот он бытистует в таком статусе. Вот у вас есть родители, если у кого-то, у вас есть такой статус. Мы ничего для этого не сделали. Ничего. Просто получили это как данность. Что вы сделали для того, чтобы получить данность Сына Божьего, Дитя Божьего? Ну, по сути, как бы, знаете, как говорят, женщина рождает ребенка, но ребенок тоже участвует. Процентовка его участия, ну, сложно сказать, там, ну, из статуса. Женщина делает свою часть, но ребенок делает там тоже свою часть. Не сказать, что он там просто, знаете, как что-то, как бы, так скажем, отвлеченное, находящееся. То есть так как он тоже носитель жизни и участник этого процесса, то тоже принимает участие. Кто из них больше? Ну, кто? Она, наверное, как бы, женщина, так как в ее организме это происходит, вот, она больше инициатор. Такой пример просто привожу вам. Называться и быть детьми Божьими. Мы рождены от Духа Святого. Рождены и помещены в Божью вот эту семейственность. Мы стали его детьми через Христа. Мы познали отцовство Бога только в сыновстве Христа. Он, как сын, открыл нам отца. Отца никто не знает, кроме сына. И кому сын хочет открыть. И только видя сына, мы видим отца. Отца мы не видим. Мы видим сына. Покажи нам отца. Скажет Филипп. Ну, скажет ему, Филипп, я с тобой уже столько времени, и ты говоришь, покажи мне отца. Видевший меня, видел отца. Почему? Потому что отец во мне, а я в отце. Ты познаешь отца через сына. Поэтому тебе нужен Иисус. Если ты хочешь отцовства Бога, то тебе нужно сближение с Иисусом. Только во Христе ты сможешь сблизиться с Богом, как с отцом. Ты сможешь принять этот дух усыновления, который мы взываем, Амба, Отче. И мы уже, написано, не чужие и не враги, а дети. Называться и быть. Быть иствовать. Для Бога гораздо важнее не, что ты делаешь, а кто ты есть. Кто ты есть. Ты любишь своего ребенка не за то, что он сделал, или не сделал. Ты любишь его за то, что он есть. Вот и все. Так же и он любит тебя за то, что ты есть во Христе. Вот насколько ты глубоко во Христе, настолько гарантирована его любовь. Вне Христа любовь его тоже есть. Но любовь его, она для человека вне Христа, она какая-то, знаете, далекая и, по сути, враждебная, чуждая. Человек вне Христа эту любовь не сможет, как животное, не сможет адекватно оценить, принять ее, вкусить ее, насладиться ей, быть в ней. А во Христе ты сможешь это пережить. Ты сможешь наслаждаться этим. И Бог сможет любить тебя и получать в ответ обратно такую реакцию тоже, любви. Евангелие от Луки, 15 глава. Причь о блудном сыне. Когда он возвращался. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал ее. Вот тот факт, что отец увидел сына, говорит о том, что он его ждал. Ждал и стоял у ворот. Наверное, с утра до вечера ожидал его. Вот, несмотря на то, что люди неверующие не признают отцовство Бога, не признают, для них это нет. Бог все равно не перестает ее ждать. А ждал и отдал, ибо уже знал, что он вернется, потому что ждал. Хотя он ему отдал все. Уже знал, что с ним произойдет, когда получается. Отец? Да. Но он отдал ему имение, и потом ждал его. Почему? Потому что уже знал, надеялся, что он не желал, но уже предполагал, что с ним произойдет. Надеялся, что тот вернется. Да. Надеялся, что вернется. И был уже готов его принять. То есть, грубо говоря, здесь проявляется вот это отцовское качество. То есть, несмотря на то, что в вашей жизни происходит, ваши дети в ваша отец, скажем, совершают какую-то гадость, то эту гадость способны проглотить, покрыть ее. Эта гадость, она не отделит вас. Вот так скажем. Радикально, фундаментально, не обрежет. Вот как кричит «блудным сыном». Да, в отношении отца совершено преступление. Да, это заповедь, которая была серьезно нарушена о почитании родителей. Да, сын пошел против закона, традиции, против своей семьи. Но отец, этот грех принял в сыне, как бы принял уже авансом, простил его и надеялся на то, что все-таки тот вернется. Вот так. Хорошо. Значит, итак, Бог как отец ко всему творению, Бог как отец непосредственно к людям как к человеческому роду, и Бог как отец в детском завете. В детском завете. Израиль есть сын мой первенец. Есть сын мой первенец. Это сыновство Израиля и отцовство Бога. Одна из самых, наверное, сильнейших метафор, которые используются для описания взаимоотношений Бога и этого народа. Бог его усыновляет. Бог делает его своим сыном. Вот так описываются исторические взаимоотношения. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках и они не осознавали, что я врачевал их. Узами человеческими любил я их, узами любви. Как орел бодрствует над крыльцом своим, носится над крыльцами своими, распростирает крылья свои, берет их, наносит их на пелье, так Господь один водил его. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Вот такие тексты говорят о том, что отношения Израиля и Бога, они выстраивались как отца и сына. Как отца и сына. И это говорит о духовном союзе, о духовном союзе, в котором Бог выступает как начало, первоисточник, гарантия, гарантия стабильности. И в этом духовном союзе есть определенное требование, чтобы Израиль уподоблялся своему Создателю. Вот вы, как создатели детей своих, вы ожидаете этого. Ожидаете, по крайней мере, что ваш ребенок будет не хуже, чем вы. Вот хотя бы так. Это человеческое ожидание. Но даже хотелось бы, чтобы он больше. Понимаете? Но если мы говорим о Боге как об Абсолюте, как о совокупности, совершенных качествах, то тогда Бог, понятно, что у него не такие, но что другие ожидания. Он хочет, чтобы его народ уподобился ему. Вы народ святой, взятый в удел. Вы уже не свои. То есть вы люди, которых Бог отделил для отношений с собой. Поэтому будьте святы, так как я свят. Это же ветхозаветные слова. Ветхозаветные слова. Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? и устроил тебя? Именно в силу своего отцовства Бог не оставляет Израиль, а затем уже и церковь не оставляет без, так скажем, без педагогической составляющей. Ну, назовем это так, без наказания. Без наказания. Отцовство Бога, отцовство Бога по отношению к человеку проявляется в постоянной корректирующей функции. Если ты считаешь себя Божьим дитем, то наказания Божьего не отвергай. Бог наказывает только тех, кого Он любит. А если Он тебя не наказывает, то уже тогда это проблема. Это уже проблема. Самое страшное наказание Божье наказание убирает отлучение от любви. Ну да, да, вот так вот несколько правил на Володе. Самое страшное наказание это отсутствие наказания. Вот когда люди неверующие, вы слышали говорить Бог наказал, сосулька упала, а или еще что-нибудь. На самом деле эти люди живут просто по водительству своих походей, страстей и различных удовольствий. То есть они живут по водительству своей природы. Вот так. То есть они не живут по водительству Бога. А то, что они вообще живут, в этом его благости нет. Так вот, когда Бог не проявляет своего внимания, так скажем, когда Он убирает свою действительно руку, перестает корректировать, это самое страшное. Придал при вратности ума делать непотребства. И в результате люди докатились до описанных вот таких непотребств. Почему? Просто сказал, ну хорошо, ладно, тогда живите, как вы считаете, правильно. Не православие Бога врата. они имели откровение через природу, через осмысление, то есть они дошли к своим интеллектам. Философия что делает? Вот это плеяды, допустим, Сократ, Платон, Аристотий, некоторые из стойков. Они своим разумом доходят до определенных так скажем таких открытий, открытий, что допустим вся эта компания с Олимпа это выдумки. Ну то есть как бы это вера плебса, просто людина. Что на самом деле божество представляет нечто более сложное, чем вот это олимпийское сборище. Вот так. Конечно у них по-своему была трактовка божества и у Платона, и у Аристотеля, но они приблизились. То есть почему он их обличает Павел. Что он пишет в Рим, пишет как раз таки вот говоря о языческом, там сравнивать языческое и иудейское миропонимание, будет говорить, что язычники они не имели возможность. Это надо как говорят, а вот если человек не слышал о Христе, а то что с ним будет? Ну тут Бог как всем индивидуально подходить. У нас есть общее откровение, которое говорит о Творце. И в большинстве своем люди скрывают знания внутри себя и даже признания внутри себя о том, что Бог это Творец. Ну вытесняют это, отторгают. Просто не думают. так вот наказание Божьего не отвергай и не дегатись обречением его. Отец имеет право на корректирующую функцию. Правильно? Вот провели такое исследование в Европе. Детей перестали наказывать. Взяли группу детей и перестали полностью их наказывать. Но что мы в это вложим? Понятие наказания. перестали допустим их отчитывать. Перестали где-то применять какое-то физическое воздействие. Не насилие, но физическое воздействие. И когда это исключили, то получили поколение с патологическими изменениями в психике. Оказалось, что люди, дети, которых не наказывают, я не говорю об агрессии, я не говорю о жестокости, об избиении. Но говорю вот тоже слова, которые используются в оригинале и на еврей, и в греческом наказания, они также родственные с наставлением. С наставлением. Когда исключается этот элемент из-за отношений, ребенок чувствует себя незащищенным. У ребенка внутренняя травма, грубость психологическая. А ему кажется, что до него нет дела. Когда ему просто вот так говорят, ну ладно, пусть сделает что хочет. Все, вот он сначала поделает что хочет, раз, поделает, два, три, месяц, все, а потом ему кажется, плевать на него всем. по по сути так. Ну все как вот что там делать. Иди рисуй, на обоях, туда-сюда, я не наткну, не могу, я тебя не 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 могу. Нет, я могу с тобой разговаривать, но я не корректирую тебя. И в результате человек растет, ну это проблема серьезная. Но так же в отношениях с Богом. В послании к Титу есть такой текст. Явилась благодать спасающая для всех человеков. Спасающая для всех человеков. Явилась благодать намучающая и спасительная для всех человеков, которая учит как правильно и благочестиво и целомудренно жить в нынешнем веке. И вот там есть слово научающее, то есть пайдагогас, благодать, которая несет педагогическую функцию. У нас переведено как научающее, в греческом стоит пайдагогас, благодать педагогическая. В педагогической деятельности есть элемент мута и тряника, ну, грубо говоря. есть элемент поощрения и элемент наказания. Одно ты не можешь лишь практиковать, один пряник. Так же, как ты не можешь один кнут практиковать. Понимаете? Льва Николаевича Толстого слышали такое имя? Да, слышно. Помимо того, что он написал «Войну и мир», «Воскресение» и другой ряд произведений, «Войну и мир». Льва Николаевича Толстой еще был гуманистом и, так скажем, человеком склонным к новым таким идеям, приходящим из Запада. Убыл граф, у него были поместья, крепостные, потом они освободились, когда уже крепостные получили свободу. В общем, он устроил проект «Весная Поляня». «Весная Поляня» в имени «Весная Поляня». Он устроил проект «Школу для христианской деятельности». И христианские, ну, христиане, мужики, ну, семьи отдали туда ему детей, ну, отдавали, не приходили туда обучаться, и он их учил по, вот так скажем, по своей, вот такой вот, новой методологии обучаться. В этой его новой методике детей не били. Раньше детей били всегда в школе. Сейчас, как бы, да, вот мы живем уже как в такой период, который, ну, это уже примерно до начала 20, до конца 19 века детей в школе били. То есть, это было просто, как бы, смотрите, били просто для профилактики, а если была провинность, то тебе тем более. вот так. Русские. Да. Лев Николаевич исключил это из своей, он же гуманист, он же не, так сказать, не ретроград, то есть, там, не какой-то там помещик из ветхии, а он такой вот там модерновый человек с моего времени. И прошло какое-то время, пришли мужики и сказали ему, барин, мы тебе больше своих детей не приведем. Почему? Потому что ты учишь их вести себя разумно-на. Мы с ними дома не справляемся. Я здесь не говорю, что там бить или не бить, это другой вопрос, вопрос другой. Просто примеры привожу исторические такие. Да, так получилось. В результате он остался без учеников. А наказание как лишение чего-то, это что-то наказание? Да, конечно. Наказание, это не только молодьба, там, скажем, взяли от молодцы, в углу, вот, еще там, какие-либо, там, провозом от утюга, надавали ему, нет. Это как наставление. Конечно. Наказание может быть в виде разговора с прошлого. Может быть в виде каких-то порицаний. Ну, это разный способ. Но это когда человеку на его уровне, на каждом уровне его развития когда-то ребенка нужно просто взять и оттащить. А что говорить? Мне аутсину горит. Я буду ему там кричать не ходи туда. Ну, оттащить его надо. Тогда он будет ну, как-то ну, что, как, сейчас, вот, как, нельзя ему говорить, нельзя, вот, как бы, потихонечку как бы так понимать. Но, потом подрастет там другие уже и разговоры как бы, другие, как бы, внимание как бы, проявления. Но, если исключить вообще, вот, то это, ну, деформация. вот так же и в отношениях отечества Бога. Бог, как отец, не оставляет без внимания своей детей. И то, что мы испытываем по отношению к себе с его стороны, это корректировка такая. Благо мне, что я пострадал. Прежде страдания моего я заблуждался. Ныне же повеление твоих ранений. то есть корректировка она полезна. Главное правильно принять ее. Чтобы потом она доставила верный плод правильности. Помните? Вот так вот. Хорошо. Двигаемся с вами дальше. Мы с вами до 7 часов, так что осталось немножко. Ну, богосыновство в Новом Завете. В Ветхом Завете мы разобрались с вами. Отношения Израиля и Бога это были такие отношения как отца и сына. Такой духовный союз, в котором подразумевалось соответствие требования святым требования Бога. Израил это не очень получалось. Но в результате Бог не оставляет свой народ и одна из личностей Троицы воплощается и приходит в Израиль. Приходит в Израиль. И именно через Бога сына мы познаем отца мы познаем отца и именно благодаря его труду мы включаемся в эти отношения которые были всегда между им. Уверовав в сына кто не чтит сына не чтит отца. Ты не принимаешь Христа ты не можешь пережить отцовство Бога. А потребность в отцовстве Бога это фундаментальная потребность еще раз говорит абсолютно каждого человека. Абсолютно каждого человека. Сам Иисус называет Бога Отцом около ста семидесяти раз. Около ста семидесяти раз. И именно в словах Иисуса в Евангелии мы больше всего находим выражение Отец Небесный и такое выражение он относит к Богу. То есть вот о каком Боге учит Иисус? Он учит о Боге как о Боце. Он прививает людям вот эту идею отцовства Бога. Но если в Ветхом Завете это отцовство было скорее коллективным ну вот точно как бы сыновство было коллективным сыновство Израиль как коллектив как группа определенная включался в отношения с Богом Отцом то в Новом Завете благодаря рождению свыше каждый абсолютно лично может включиться в эти отношения отцы и отца. Теперь уже отношения Бога с людьми не я и вы как это было в Ветхом Завете я Бог вы Израиль и вы спасаетесь тем что вы являетесь частью народа спасается Мойша а Аарончик нет а кто Израиль если ты хочешь быть спасенным тебе нужно быть частью Израиля а отношения в Новом Завете это отношения уже я и ты ты иди за мной ты слег тебе я обращаюсь уже идет посыл на более глубокие и личные взаимоотношения человека и Бога уже идет посыл на преимущество в этих отношениях вместе с ответственностью то есть какая у тебя уже ответственность не коллективная а личная ответственность да у тебя личная свобода да у тебя личное сыновство да у тебя личные права в Боге во Христе но вместе с этим еще и личная ответственность это новозаветный формат уже уже в новозаветном формате каждый верующий человек даст за себя отчет безусловно объединение как церковь но в церкви как в объединении каждый человек является отдельно взятой личностью которая имеет свои отношения уникальные и вместе с этим свою ответственность итак отец любит сына, сын любит отца сын любит отца и в эту любовь мы включаемся благодаря Духу Святому который излился в сердца наши он излился и там сказано и любовь излилась любовь излилась Духом Святым данным нам мы теперь относимся уже не просто к нему как к Творцу если мы говорили с вами в начале дня сначала Творец потом Спаситель следующее Он Отец а значит как отец он со своей стороны обязан безусловно но если он отец то и он требует правомощно требует от меня правомощно должен ли я ему быть послушным как сын должен должен ли я брать с него пример и уподобляться ему должен а лучшее самое послушание и сыновство я могу увидеть в ком в Иисусе Христе если бы Бог был ваш отец скажет он и фарисеем Иисус вы любили бы меня но если он не ваш отец то вы и сына увидеть не можете потому что абсолютное проявление сыновства только во Христе только сын Божий будучи предвечным будучи единосущным к своему отцу являет максимально нам именно вот это сыновство богосыновство являет нам вот это богосыновство хорошо значит с отцом мы с вами тоже немножко познакомились познакомились ну что 20 минут у вас есть силы у нас вот осенью тоже так красиво проезжали а это вот у нас на севере да вгораешь полазил вот тут вот видите изображение саамского божества поклонялись тут раньше ему а это озеро называется Сей озеро там у нас просто входили мы тут в поход и это такое вот вот бог как отец ну так вообще конечно я подготовил наши с вами курсы который продлится еще потом он будет следующим образом мы в следующий раз будем говорить с вами уже о боге сыне то есть мы будем говорить о христе это уже будет христология христология а следующий тогда этап мы будем говорить уже о боге духе святого это уже будет пневматология то есть это что с ними связано как сегодня вы поняли мы говорим о боге о его качествах характеристиках и вот об отцовстве ну давайте уже тут в конце дня а теорология а теорология есть такое слово молодец ооо Леха давайте немножко тогда еще поговорим о нравственных атрибутах бога о нравственных атрибутах бога раз мы стали говорить об отце сыне об их любви друг к другу поговорим о том что бог есть любовь божья любовь такое нравственное качество бога качество бога бог есть любовь а у них жизнь раскручиваем то есть любовь буквально бог бог есть любовь дважды звучит это определение в послании Иоанна его называют еще апостолами любви у меня к вам вопрос такой скажите пожалуйста бог есть любовь любовь это характеристика его природы или его личности личность природа и личность его природа его бог ограничен своей природой не кажется речь нет нет любовь значит тогда любовь это характеристика кого это характеристика личности то есть как характеризуются отношения отца сына и святого духа бог есть любовь любовь то есть то что есть между ними это любовь ты попадая в бога попадаешь в эту атмосферу любви то что как бы то что они создают между собой любовь сама собой не существует любовь сама собой она не живет любовь любовь как любовь любовь как имеет обязательную привязку к тому скажем к тому кто любит и к тому кого любят то есть любовь это взаимозависимое состояние взаимозависимое состояние любовь любовь Бога о которой идет речь означает не просто чувства и эмоции но это вечная самоотдача вечная самоотдача отец отдает себя сын отдает себя дух святой отдает себя кому если это вне творения то они отдают себя друг другу если это вне творения то сын отец отдает сына отдает свою жизнь дух святой отдает всего себя они постоянно себя отдают это желание личности и божественных любить любить это значит отдавать ничего не оставляя своего и таким образом делать счастливым другого вот кто-нибудь из вас проходил консультацию по поводу женитьба из-за божества не было да не успеем вот люди которые а надо консультироваться перед тем как жениться совершили сами как смотри у кого консультироваться у пастора своего священника чтобы выбор был достойным а то Алексей знаете как мы знаем нужно консультироваться в каком плане нужно проходить определенный ряд таких занятий на которых помогут раскрыть значение и цель вообще этого процесса вот люди многие женятся а зачем они это делают до конца они не знают и в результате ожидания которые они выстраивают в них у каждого свои вот когда они ожидают другого человека что они ожидают другого человека исполнения своих требований вот и эти требования не исполняются то соответственно разочарование разделья консультик любовь божья еще раз мы скажем это любовь которая имеет корень отдачи то есть вот ее основная характеристика отдавать если я люблю другого человека любовью божьей то есть если во мне это любовь она то я тогда в процессе своих отношений с другим ставлю перед собой цель сделать его счастливым я и так счастлив мне не нужен другой человек чтобы стать счастливым я счастлив уже я готов его сделать счастливым если это будет обоюдное желание да то это будет комфортно я делаю счастливым тебя ты делаешь счастливым меня вот не играясь не номинально а действительно это да это изобилие то ты полноценный человек ты не ищешь половинки теория половинок это языческая теория в христианстве нету теории двух половинок это бред вот это получается одна неполноценность ищем другую и вот получается две неполноценности встречаются ты 05 и я 05 05 05 05 025 как я ожидал что это 05 неполноценности это сделает меня счастливым она не может почему она не полноценна ей собой надо так и я 05 и я не могу ответить на ее ожидания представляете конфликт и трагедия но если встречаются две полноценные личности во Христе полноценные полностью скажем так во Христе получившие определенное восстановление то у них есть устойчивое желание служить друг другу восполнять недостаток другого и делать его счастливым вот так для них жизнь любовь Божья это бытие для другого это это бытие отца для сына а сына для отца и для сына для них это не бытие самого для себя это бытие для другого вся жизнь для другого для него посвященный ему в христианской семье человек посвящен богу и посвящен ближнему если нету этого посвящения то получается дай и купи подарили неверного а? то он хуже неверного кто от своих напечется да печься это не только как мы сегодня говорили заботиться о материальных нуждах печься это значит покрывать недостаток человека его ущербность восполнять его своей полнотой во Христе вот что это значит если конечно любовь Божья излилась в твое сердце Духом Святым если этого не произошло то лучше не жениться вот иначе ну иначе вот итак Божья любовь также связана с самопожертвованием 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 Смотрите мы любим любим пока в наш адрес не произошел какой-то выпад укол жертвовать собой мы не способны ну или фрагментарно дозированно не во всей полноте о любви мужа к Жене как сказано des возлюбил как Христос возлюбил Церковь как муж должен любить свою жену как Христос возлюбил Церковь он дал сего всего мне ставил заначки всего box отдал. Правильно? Вот человек, который будет отдавать всего себя, он будет вести себя правильно. Он обязательно найдет отдачу. Обязательно. Только если не будет ожидать. Если будет ожидать эту отдачу, то это будет товарно-денежное отношение. Я делаю тебе что-то и хочу, чтобы ты меня поблагодарила. Ты меня поблагодарила, значит, восхватилась со мной. Все. Я тебе отдаю всего себя. Почему? Потому что Христос всего себя отдал за церковь. А отдавая всего себя, я ничего не оставляю за собой. И несмотря на несовершенство моей, скажем, второй стороны, да, вот эта жертвенность, она принесет определенный эффект. Люди не готовы жертвовать. И рисковать не готовы. А быть обманутыми, преданными, там, и все остальное. Бог пошел на риск. Да. Пожертвовал собой. Да. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос сумер за нас, когда мы были еще грешниками. Где нет жалости, сострадания, печали по поводу горести других людей, то и нету настоящей любви. Если любовь это просто чистая химия, повышение адреналина, эндоксина, вот, увеличение, просто, как бы, улучшение физического состояния, повышение эмоционального фона, то это не та любовь, о которой говорится в Библии. Любовь Божья — это не слепое чувство, а рациональное, состояние свободного выбора. Хотите, можете это записать? Мое новое определение. Да. У меня бывают студенты спрашивают, я говорю, я бываю, что-то скажут, а я уже не могу. Любовь — это? Не слепое чувство, а рациональное состояние свободного выбора. Состояние свободного выбора. Конечно. Я выбираю. Вы знаете, как это? Не слепое чувство, а что? Не слепое чувство. Рациональное состояние свободного выбора. Конечно. Это не бездумное состояние, это не вому с головой. Это разумно, здраво, рассудительно. Поглядишь и на мешаньки на свадьбе? Вот моя жена, допустим, она не любит, когда я думал, что я, когда я, перед тем, как жениться на ней, я принял решение. Я принял решение, и сделал свою выбор, и принял решение. Сначала. Конечно. Но она вам нравилась? Конечно. Ну так, ну, конечно, и чувства есть, и симпатия, и не может быть выбор и решение. Я-то уже женился в сознательном возрасте, и уже я понимаю, что мое решение должно быть однозначным. А вот почему вы не женились до этого? Ну, разные причины. Учился, служил. Нет, это осознанное, да? А, да, конечно, да. Выбор включился, служил. Конечно. Рациональный выбор, свободного, рациональное осознание, состояние свободного выбора. То есть ты разумно поступаешь, осмысливаешь, отдаешь себе отчет и реализуешь свой выбор, за который ты принесешь ответственность. А иначе будет это ты, жена, которую ты мне дал. Не Бог нам дал. Бог нам дал возможность выбора. Он просто сказал, ну, в принципе, это не человек и упокой. Ну, как бы, не критично с ней быть. По определенным признакам он подходит тебе. Вот. Поэтому все то, что ты уже дальше будешь делать, это уже твоя ответственность. Вот так вот. И вот Божья любовь Агапы – это воевая любовь. То есть это любовь, которая требует усилия. Усилия. Мне, чтобы любить мою жену, надо предлагать усилия. То есть я не люблю ее любовью безусловной. Нет, точнее, люблю ее любовью безусловной. Вот так, безусловно. Безусловная любовь, в которой мне нужно проявлять свой… Какие… ну, она… Практику показывает. Проявлять свое усилие. Угу. Я, ну, работаю над собой. Почему? Потому что есть и конфликты, есть и трения, есть и напряжения. Вот. И нужно постоянно себя держать. На отношения надо выстраивать. Ну, конечно. Это же… Это дом 2. Ну, конечно. Выстраивать. Надо выстраивать. Надо трудиться в этом. Надо сносить это. Вот. То есть это любовь, которая… Вот как мы говорим про Агапы, да? Любовь, которая требует оволевого акта, усилия. Иисус говорит, любите врагов ваших. Я не буду врагов любить так, как я люблю маму, жену или родственника. Я буду по-другому их любить. И чтобы любить врага, мне нужно прилагать усилия над собой. А язычники не прикладывают усилия в любви, что говорит. Они просто любят инстинктивно, инерционно. А мне, чтобы полюбить даже вас, нужно напрячься и полюбить. И сделать как бы в этом, ну, определенное усилие над собой. Это нормально. Вот. Почему? Потому что мы люди, в которых еще образ Христа не настолько прям… Я отобразился, конечно. Мы в любви, мы возрастаем. Возрастаем в любви. Вот так. Итак. Итак. Значит, про это мы с вами сказали. Дальше про любовь к Божию. Что еще интересно? Что эта любовь ограничивает все, да? Бога – это ограничивающая любовь. Ограничивающая. Во-первых, любовь Божья связывает народ узами. Любовь его управляет нами. Управляет нами. И любовью он мотивируется во время наказания. Наказания. То есть, мы связаны его любовью. Это плохо? Нет. Это как-то посягает и посягает на нашу свободу. Нет. Но любовь его ограничивает нас. Все, что не по любви, это будет уже неправильно. Если нет в этом любви, то в этом будет отсутствие Бога. Бог есть любовь. Поэтому, всякий поступок, всякое решение, оно должно постоянно содержать в себе привкус любви. Любовь там должна находиться. Должен быть как в духах оттенок, знаете, как основной, реминирующий оттенок. Любовь должна быть. Это может быть, да, наказание. Он выгнал Адама с Евой из сада. И столько? Нет. По любви, с любовью он это сделал? Да. Он от него был без надежды. Поэтому, когда родители не могут выгнать своих детей, которые трепят и нервы, просто не могут. А детям уже гораздо. Очень давно надо было выгнать. Это нужно было поступить так, как сделал Бог. Закрыть дверь. Это будет где-то болезненно, где-то не очень приятно. Но это необходимо. А иначе это мы будем продевать агонию. Мы будем спонсировать беззаконие. Я говорю, спонсировать алькаизм. Наш отклик на его любовь, мы должны в нее верить. Мы познали любовь, которую имеет нам Бог. И уверовали в нее. И уверовали в нее. Познали и уверовали. Мы должны отвечать на нее. И мы должны подражать Божьей любви. Подражать Божьей любви. Это непросто. Непросто. Но это возможно. Нет ничего того, чтобы вы прочитали в Библии, в Новом Зависии. И вы бы сказали, это нереально. Тогда бы смысла Богу говорить это вам не было бы. Кто же не говорит тебе, иди на пруд и сиди там полдня под водкой. Как китайцы говорят. Тоже, где когда враги ваши, все. Зим только породал. Да. Ну то есть он не просит лететь нас, у нас нет крыльев. Он не просит нас под водой плавать, у нас нет жабр. Он просит и поверевает нас сделать то, на что мы, уже как возрожденные люди во Христе, имеем предрасположенность и способность. Значит мы к этому способны? Как и расположены? Да. А то, что у нас есть трудности и есть какие-то определенные, так скажем, трения, ну а что делать? Да. Ну нормально. Нормально. Понрав alumni.